МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Перевозчикам поручат оптимизировать график движения автобусов для обеспечения социальной дистанции. Обработку поверхностей, с которыми контактируют пассажиры, а также уборку пола дважды в день должны будут проводить на железнодорожных вокзалах, аэропорту и речных портах. Кроме того, в регионе устанавливается обязательная самоизоляция для людей с подозрениями на ковид, за исключением тех, кто привился или переболел в течение полугода. При этом разрешается работа детских игровых комнат и центров. Их могут посещать родители, имеющие сертификат о прививке или медицинский отвод. Напомню, с 1 декабря в гостинице и отеле можно заселиться только при предъявлении QR-кода. Максимально разрешенное количество зрителей на спортивных мероприятиях увеличили до 70% от общей вместимости объектов. Федеральная антимонопольная служба предписала аннулировать закупки регионального Минздрава на 330 миллионов рублей. Поводом стали нарушения, выявленные в ходе проверок по жалобам участников торгов. Об этом сообщили в пресс-службе контрольного ведомства. Речь идет о четырех закупках, которые были объявлены в ноябре этого года. Для больниц закупались два аппарата для ингаляционного наркоза и два комплекса оборудования для эндоскопии. Установлено, что в каждом аукционе по требованиям подходило оборудование только одной компании, а это противоречит закону о контрактной системе. Кроме того, в действиях Минздрава контрольное ведомство выявило признаки административного нарушения порядка осуществления закупок товаров. Для обеспечения здоровой конкуренции среди компаний необходимо четко регулировать государственные закупки на каждом этапе. Для этого необходимо разработать нормативно-правовую базу. Возможно, в форме постановления правительства Российской Федерации, которая будет четко регулировать действия соответствующих органов на каждом этапе. Отмечу, что антивонопольное законодательство нередко нарушает и сами участники торгов. Так, в мае этого года компания УТМ-Сервис, Медтрейд и новые технологии стерилизации уличили в сговоре при участии в госзакупках на поставку медоборудования. Предприятия сообща участвовали в 40 закупочных процедурах начальной стоимостью почти 70 миллионов рублей. Аграрии предупредили о возможном дефиците картофеля в России. Причина неурожая этого года и возросший спрос со стороны переработчиков. Об этом сообщил председатель союза участников рынка картофеля и овощей Сергей Лупехин. Отмечу, что в Башкортостане в этом году на 200 гектаров сократились площади под посадку картофеля до 1700 гектаров. С учетом засухи, аграрии региона собрали 24,5 тысячи тонн корнеплода. Это на 36% меньше, чем годом ранее. В личных подсобных хозяйствах валовый сбор картофеля оценивается в 550 тысяч тонн. В прошлом году он составлял 670 тысяч. Что касается цен, в ноябре этого года картофель в республике в среднем стоил 41 рубль за килограмм, что на 60% дороже, чем годом ранее. Основной рост цен связан с ростом закупочных цен от производителей и поставщиков. Торговая наценка не увеличивается. Из неблагоприятных погодных условий урожай картофеля, как и в целом корнеплодов, оказался ниже прошлогодних периодов. Мы также должны помнить о логистики. Если картофель поставляется к нам из соседних регионов, конечно же, цена будет формироваться, включая логистическое плечо. Минсельхоз России планирует для аграриев увеличить субсидии на выращивание картофеля и компенсацию затрат на модернизацию мощности. Однако участники рынка отмечают, что меры остаются на уровне предложений. Дефицит продукта придется замещать импортом. Если в прошлом году в страну было ввезено 300 тысяч тонн картофеля, то в этом году уже 550 тысяч тонн. Основные поставщики – Египет, Азербайджан, Белоруссия и Израиль. Новый резидент территории опережающего развития Благовещенск инвестирует почти 670 миллионов рублей в производство кабелей. Об этом сообщили в Пресс-службе регионального Минэкономразвития. Основную часть средств инвестор направит на закупку импортного энергосберегающего оборудования проект планируется реализовать до 2027 года. На предприятии будет трудоустроено 40 человек. В Минэкономразвитии отметили, что реализация инвестпроекта поможет в развитии моногорода и Тассер-Благовещенск, а также обеспечит дополнительные налоговые поступления в бюджет региона. Реализация данного проекта соответствует стратегии социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2030 года и стратегическим направлениям социально-экономического развития региона. Выбор производимой продукции ориентирован на положительную динамику роста промышленного производства в Республике. Кабельно-проводниковая продукция может быть использована для строительства и модернизации крупных промышленных и инфраструктурных объектов. Инвестор также рассматривает возможность расширения производства. Напомню, на прошлой неделе резидентами Тассер-Благовещенск стали русская купоросная компания «Альянс Металл» и компания «Катахим». На сегодняшний день в Республике действуют пять территорий опережающего социально-экономического развития. Это Белебейк, Умертау, Благовещенск, Нефтекамск и Белорецк. Резиденты Тассера могут применять пониженные налоговые ставки. И в завершении выпуска информация о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Американская валюта подешевела на 7 копеек. Курс 73,66 рубля. Евро минусует 12 копеек. Курс 83,11 рубля. И лучшие обменные курсы. Покупка и продажа доллара в банке «Финам» за 73,96 и 74,24. Наиболее выгодный курс покупки и продажи евро также в банке «Финам» за 83,51 рубля и 83,78 рубля. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на РБК. Редактор субтитров А.Семкин